Многоточие Только пишется жизнь, как получится Многоточие черным по белому Далеко, только знать бы мне, где оно, где Отражается солнце в воде И без крыльев умеют летать Далеко распускаются угом цветы И спешат исполняться мечты И до счастья рукою подать Варя, сегодня ты была на высоте И с этого момента ты официально принята в «Березку» танцовщицей Спасибо, Надежда Петровна! Поздравляю! Ну, Варвара, теперь выходи за меня замуж Так, сразу Ну, а чего еще ждать? Сейчас нельзя А когда можно? После Испании? Варя, скажи, а после каких гастролей будет нужно? Леша, давай потом поговорим Давай потом Давай потом Ты точно такая же, как моя Светлова Поздравляю! 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 Леша! 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 Давай не при всех! Ну, ты же все решила за нас двоих Это еще и прилюдно Ты поэтому прилюдно мне отказала? Так я же не сказала тебе «нет» Ты не сказала мне «да» Лешечка, танцевать, это же всегда была моя мечта И вот она отсуществилась И вдруг семья, дети Я сейчас не готова Я понял Я думал, мы оба хотим одного и того же Я ошибся Да нет, я тоже хочу этого, очень правда Но сейчас не могу Да нет, Варя Иначе тогда еще Ты бы вернулась со мной А не со Светловой Алексей, сядь в машину Мне нужно с тобой поговорить Володя, выйди на минуточку Я сделал все, что ты хотела Ты выиграла свой конкурс Чего еще ты от меня хочешь? Не горячись Ты и твоя березка лишили меня всего Сначала тебя Потом всего того, что было у всех Потому что ты не все Да? А ты скажи это мальчишке, который хочет мяч во дворе погонять Только вместо футбола у него репетиции И вместо матери Педагог по танцам Я всегда была с тобой честна И ты знал, что работа у меня на первом месте Березка это... Березка, березка, березка Я всю жизнь слышу, что это березка И Варя туда же Скажи, вы что думаете, что это так благородно? Что вы служите каким-то высоким целям Только Это никакого значения не имеет, если вам наплевать на близких вам людей Это не так Ты сейчас Обижен Остынешь, поймешь Скажи, а что Папа, он не остыл? Прекрати Нет, ты скажи честно Отец ушел от тебя, потому что тебе было на него доплевать Так ты лицемерка, мама Да И вся твоя березка, это одно сплошное лицемерие Алексей Признайся хотя бы себе и честно, что ты просто не умеешь любить Ни ты, ни твоя Варя Вот и будешь счастливым вместе Алексей! Не знаю, зачем ты этот концерт устраивал Ну а как иначе? Вообще не надо было эту всю ситуацию доводить до конкурса А отправил бы весь ансамбль на полгода в Сибири Не, ну на гастроли Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и далее по БАМу Может тогда сейчас все переиграем? А, а вот это уже некрасиво будет Испанцы скажут, что же это СССР слова не держит Эх, недоценил-то Светлова Я думал, она там где-то в облаках Витает, ни хрена Она и твою голову на стенку вместо охотничьего трофея повесит Что ж теперь делать? Поедешь со Светловой на все гастроли, будешь следить Чтобы она чего не выкинула? Андрей Михайлович, все эти ансамбли, танцы, не могу, не мое это А это уже партия решит Твое, это не твое Учись работать с людьми Ну мы же с вами договаривались Вы обещали меня рекомендовать Костюнова в министерство торговли Да и рано тебе еще торговлей заниматься, иди Куда идти? О, да, это ж твой кабинет Извини Ленок, сковородку одолжи, а? Не могу, Витя А что это у тебя, день рождения что ли? На работе праздник Ничего себе, мне бы такие праздники, а? Витя, так ты замуж выходи, будто у тебя такие праздники Так, ноги вытер Свежие Шапку сними Давай, раздевайся Привет, ну садись Картошечка, моя любимая Да, а то сейчас все остынет, давай Садись, садись, садись Так Приятного аппетита Да, спасибо, и тебе Спасибо Володь, а что ты молчишь, она же совсем не соленая Да нормально Ну как нормально? Давай я тебя посолю Да давай Ничего страшного, бывает Володь Возьми, возьми мою Перестань, я сейчас краю раскребу Володь, ну серьезно Возьми Глент, прекрати Володь, ну не надо так со мной Как? Ну как с маленькой Хорошо, не буду Держи Хорошо, не буду Володь, ну и володь Остаться Володь. Показывает Забиратель Высоциальный Володь Приятного аппетита Он кипит Рожай Он кипит Рожай Ещё? Угу. Ещё хочешь? Не хочу больше. А что хочешь? Колбаски? Потому что я хочу. Что? Что? Оказалось. Замуж за тебя хочу. Так я и не против. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Папулечка, все хорошо? Да, меня взяли в березку. Ага. А скоро, представляешь, скоро едем в Матрид. А как у вас? Ну, слава богу, все хорошо. Леша, а что тебе Саша сказала? Сейчас. Нормально, пап. Ну как поссорились, так помиримся. Да. Все, прости, у меня монетки заканчиваются. Да. Я тебя целую, обнимаю, папулечка. Да. Скоро тебе еще позвоню. Давай. Все. Люблю тебя. Пока. Признаться, я удивлен. И совсем не ожидал после такого успеха. Так вы меня берете? Я не хочу ссориться с Надеждой Петровной. И не надо. Это мое решение. Я же не крепостной, чтобы меня до пенсии держали в березке. А все-таки почему? Мне пора двигаться дальше. Разумно. Значит, вы согласны? Конечно, да. Алексей Покровский. Добро пожаловать в мой ансамбль. Надежда Петровна, можно? Я не знала, что так произойдет. Варя, твоей вины здесь нет. Алексей всегда был таким. Он как ребенок. Увидит игрушку и сразу хочет ее заполучить. Он ушел? Не знаю. Но если да, то он опомнится. Ближе нас у него никого нет. А если не одумается, что нам тогда делать? Танцевать. Мы будем танцевать. Танцевать. Мы будем танцевать. Смотрите, какие у них суровые лица. Да, это тебе не горячие испанцы. Да ладно вам, нормальные зрители, вон сидят и улыбаются. По случаю окончания гастролей в Париже, сегодня у нас ужин с журналистами. Надеюсь, обойдемся без сюрпризов. Если вы так боитесь сюрпризов, можете поужинать без. Мог бы поужинать. Девушки должны отдохнуть. Но вы же их не уголь, везете добывать. Ваш выход. Я подожду. Эти овации принадлежат моим артистам. Юрий Андреевич, мне с вами ехать. Перевод потребуется? Нет, идите в автобус. Товарищи журналисты, раступитесь. Девушки устали. Девушки устали, а я нет. Каселина, позвольте вас довести на машине. Смотри, а Миронов-то ничего, на королеву нацелился. А ты не завидуй, дитка. Я? Да мне бюрократ сто лет не нужен. Ну, конечно. А вот личная карета мне бы понадобилась. Карету я бы, давай, посмотри на нее. Вы при всех посадили меня к себе в машину. Сплетен не боитесь? Не боюсь. Коля, оттормозни, пожалуйста, у того магазина. Поможете мне в одном деле? Нас же ждут на ужин. Ничего, без нас не начнут. Девочки, смотрите, Мулен Руж. Это же Кабаре, а почему Мулен Руж? Мулен Руж переводится как «красная мельница». Помню, когда я впервые приехала в Париж на гастролях. Сбежала посмотреть Мулен Руж. Это было что-то невероятное. Так, вы ничего не слышали. Это для вашей дочери? Я не женат. Что посоветуете? Сколько я лет? Десять. Тогда вот это. Джинса? Это же американская одежда для пастухов. Вы бы просили меня помочь. Тогда доверяйте мне. Она это оценит. Ну, как скажете. Как вам парижская публика? Вы намерены сюда вернуться еще раз? Скажите, это правда, что вы совмещаете занятия танцами с работой на заводе? Прозовут. Они серьезны? Вполне. Давайте я отвечу всем сразу. Дорогие товарищи журналисты. Ансамбль «Березка» воплощает в себе все самое лучшее, что есть в Советском Союзе. Это трудоспособность. Сила. Благородство и вера в человека. Мы в СССР верим, что культура должна быть доступна для народа. Наши артисты представители всех социальных классов, но прежде всего рабочие. Идиотизм. Вы русский. Уи, мадемуазель. Я думала, вы в Франции. Спасибо за комплимент. Я советский репортер. Газета «Известия». Освещаю вашу поездку. Ну, освещайте. Любой советский человек может стать кем захочет. Главное – это талант. Но в остальном мы поможем. Но в остальном мы не сможем помогать. Они все-таки спрашивают про заводы. Позвольте, я отвечу. Я считаю, что 8 часов тренировок девочек у балетного станка так же тяжело, как и труд рабочего у станка на заводе. Но в Советском Союзе любой труд в почете. Товарищ Светлова совершенно точно заметил. Любой труд в почете. Камерат Светлова все-таки хорошо заметил, что каждый труд в почете. А теперь позвольте вручить всем вам приветственные сувениры. Позвольте мне. Позвольте мне. Мы благодарны всем вам за ваш теплый прием и в знак своей симпатии даем вам теплоту наших сердец. Мы очень благодарны вам за этот теплый прием. И, в связи с друзьями, мы хотим вам дать нам теплоту наших сердец и даем вам теплоту наших сердец. Прошу. Девочки. Очень, очень добрый. Могу. Надежда Петровна, я же просил вас без сюрпризов. Юрий Андреевич, людям нужно дарить то, что нужно им, а не то, что нужно вам. Надежда Петровна, простите, девушки очень устали, просят, чтобы я проводила в гостиницу. Ну, хорошо. Идите. А мы с Юрием Андреевичем еще поразвлекаем французов. Спасибо. Ура. 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 Куда? Мулен Руш. Иди-то, а ты чего не идешь? Не-не, у меня другие планы. А Катя, где Катя? Катя, ты ее Миронов не пустил. Ну, она не очень. Ты рвалась? Я девушек в гостиницу провожу. Один не положено. Анатолий Борисович разрешил. Да. Ой, не верите? Пойдите спросить у своего начальства. Ждите здесь. Конечно. Ты что? Ну, что? О, Катя, подожди. Худу, девочки, к к к ку. Худу, к ку. К к к ку. Худу, к к ку. Худу, к ку. Худу, к к ку. Худу, к ку к… К к ку. Худу, к ку. Володя, ты что, Рожа арестуют? Чего? Будем надеяться, Антолий Борисович перегнует. Покажите, а где у вас Мулен Руш? Мулен Руш. По-русски я не понимаю. Да он по-русски не понимает, Вань! Моленрушка и дрельница! Браво, браво! Нет, я так тоже могу! Спасибо! Моленрушка! Мелница! Всё, пойдём! Спасибо, спасибо! Девочки! Девочки! Бежим другую другу! Спасибо! Будьте в Москве, заезжай! Девчонки, я что-то не понял, они ноги задирать вообще будут? Успокойся! Будут! 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 Не видишь, только начали костюмы показывать! Девчонки, девчонки, представляете нас в таких костюмах, а? А я представляю! Как же это эффектно, а? Да, очень! А я бы так не смогла! Я тоже не смогла! А я бы смогла! Я смогла бы! Так кто вас возьмёт-то? Ой-ой-ой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите! Ну, ты всё, тише, тише! Тише, тише, переключите! Ну! Ну, ну, ну! Понятно! Что? Это я девочкам проговорилась, как я в своё время сбежала Мулин Руш посмотреть! Ну, не будем мешать! Пускай французы видят, как советские артисты проявляют свои чувства! Свободно, открыто! КОНЕЦ Люблю Париж. Это не патриотично, но я тебя понимаю. Толя, я тут отдыхаю от всех. Меня здесь никто не знает. Может, могу расслабиться и ни о чём не думать. Рыжи. Толя. Толя. Понравилось? Очень. Жаль, что у нас такого нет. И хорошо. Вседозвольность, вот куда я снялась у Мерси, приводит к разложению в обществе. А может вы не будете таким занудой? А то я уйду. Спасибо, мне нельзя первое что-нибудь. Катерина, это же знаменитый лимонный тарт, в союзе такого не делают. Катя, попробуйте. Уверяю вас, этот тарт ни в коем случае не повредит в вашей фигуре. Вы меня собираетесь как ребенка с ложечки кормить? Я же вижу, вы хотите попробовать. Какой нежный. Действительно, очень вкусно. Вы такой настойчивый, а не женатый. Почему? Банальная история. Девушка, которую я любил, вышла замуж за моего лучшего друга. Простите. Ничего, не извиняйтесь. Никто не пострадал, все остались живы. Тем более, это в прошлом. Кстати, комбинезон, который мы вместе выбирали, ее дочери. Вы странный. Почему? Она предала вас вашим другом, а вы дарите ей комбинезон? Я ей помогаю. Они развелись семь лет назад. Так почему вы? Я же сказал вам, все в прошлом. Вы точно странный. Но интересный. Тогда предлагаю перейти на ты. Как же ты танцевала. Может, ты рано ушла? Да, мам. А я и не уходила. Я просто поменяла позиции. Хочешь пойти? Нет. Дин. Ой. А я вам не помешала? А вы все успели. С годовщиной! Когда вы успели его купить? Да и неважно. Задувай свечу. Ура! Варь, давай, бери там стакан. Сами, сами, сами. У меня там шашлык в номере готовят. Я такой пропустить не могу. Как шашлык? Сама не знаю. Ну, мы тогда тоже скоро придем. За нас. Слушай, нас Ларису убьет зубчики. Не убьет. Ну, отмой, что ж. Фу, у вас там воняет. Вы сейчас мясо сажете вместе с гостиницей. Зато валюту сэкономим найти. Бонжур! Привет! Бонжур! А что не в кастрюле? Мальчишки забрали кастрюлю. Масло долей, а то слепнут. Хорошо. Да ладно! Я думала, вы пошутили, значит, шашлыка. Сколько может душонку-то есть? А у нас мясо по-французски. Давай, дай виву, Сергей! Какая красота! Признавайтесь, кому? Тебе. Там еще записка. Ай, по-французски, не понимаю. От потрясенного зрителя. Джонни, где папа? Интересно, кто это? Я тебе не все равно. Поклонник. Ой! Девчонки, я ничего не делала. Алло, да? Да, в шампе 57? Окей, нет проблем. Они в шампе. Они в шампе. Да, я уже звонил электричество. Они в 5 минутах. Мой кей респонсаблю са, дай в шампе. Кей респонсаблю са? Эээ, сетон-трейн. А, пели ли, полиция! Бонжур! У нас в номере пробки выбило, понимаете? И у нас света нету, потому что пробки выбило. Как будет, мы с вами учить? Володя, Володя! Да здесь, Володя, чего орешь? Володя, пожалуйста, делаешь полицию. Полицию, позывай. Да какую полицию? Спокойно, не надо полиции. Просто пробки выбило, я сейчас вставлю. Давай. Да давай фонарь, где щиток? Кальмей-ву. Ну, что, где, я сам найду. Давайте, давайте, просто, понимаете, как бы, такая сасная. Вот, держи. Давай. Опа, а где пробки-то? Мы сами не поняли, что ничего не делали. Мы сами не заметили, скажи, ну, ну, сейчас, сейчас, наш директор во всем всерьез. Чего, Лен? Красный или синий? Володь, давай скорее, они там французскую революцию поднимают. Я им сейчас про Бродино напомню. Володь, ну, быстрее, Володь. Чего быстрее, да? Варь, иди время тяни. Ага. Мы требуем русского посла. Требуй. Русского посла. Вот, вот. Вот и все. А вы боялись. В Москве, чтобы пробки встать, милицию не вызывают. Понял? Он спрашивает, кто мы. Мы, а Березка. Танцовальный русский ансамбль, Березка. 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 Ансамбль. Березка. 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 Русские народные танцы. Ой, Березка. Березка. Березка мы, да. Прекрасно. Ну, здорово. Все познакомились. Давайте по номерам. Это, ты если что мне звонил, понял? Заврой. Все, все, все. Володя, надо сдать отчет в Министерство о поездке. Он готов? Надежда Петровна, обижайте. Я еще к Парижу сделаю. Молодец. Варя, не приходи завтра на репетицию. Отдохни. Хорошо? Спасибо, Надежда Петровна. Всего доброго. До свидания. Ну что, куда? Да. Домой? А может, где-нибудь? А там чей-то бывший идет? Ну, почему бывший? Домой. Привет. 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 Чудесно выглядишь. Спасибо. Девчонки, я вас догоню. Улетаешь? Да, выступление в Челябинске. А мы вот в Париже были. Варя из Парижа, это звучит уже совсем по-другому. Володя, по-моему, у Варе нужна помощь. Иди, помоги. Иди, иди. Сейчас помогу. Здорово, Лешка. Здорово. Дорогая, ну что, пойдем, нас так все ждет. До свидания. Рад был видеть. До свидания. Рад был видеть. Рад был видеть. Рад был видеть. Леночка. Привет, пап. Привет. Я помогу? Ты что, кирпичи видишь из Парижа? Ну, сказала бы, я тебя встретил в аэропорту. Не надо, спасибо. Сама могу справиться. Я зайду? Ну, зайди. Угощу тебя чай с печеньем парижским. О, явилась, а? Ноги вытирайте. Без и прочим, вчера твоего дежурства было. Почему я за тебя должна полы драять, а? Извините, пожалуйста, мы на гастроли уезжали. Я же вам говорила, помните? В следующий раз я за вас помою. Так, приходите. И что, вот сюда? Да, вот сюда поставь. Занимают? Соседи? Нет. Ну, так, это Лида. Она пока замуж не вышла, вот и вредничает. Это ее так мама говорит. Мама, кстати, у нее хорошая. Я иногда их задавливаю чем-нибудь сладеньким. Так. О, печенье. Сейчас чайник поставлю. Нет, нет, подожди. Мы с мамой решили, мы отдаем вам большую комнату. Меня тут все устраивает. Ленечка, у нас вам будет гораздо лучше. Ну, что тебя здесь держит? Володя. Володя моя семья. Ну, да, ну, да. Лена, вот это от меня. У вас недавно была годовщина, так что сделаешь подарки себе и мужу. Спасибо, пап. Ренечка, можешь мне помочь? Ты можешь передать записку для Эдит? Пап, ты с ума сошел? Пап, ты с ума сошел? Доченька. Мне очень нужно с ней поговорить. Уходи. Записку с вами сбери. И деньги. Пап, ты с ума сошел? КОНЕЦ КОНЕЦ Лёв, ну сколько можно? Чего ты всё время вперёд вырываешься-то? У тебя тут сегодня не Соня. Да я не врываюсь, это... К чему можно? Ты же звезда. Алексей, а у тебя что, проблемы с коллективом? Да нет. В принципе, я тобой доволен. Твой уровень, твоя самоотдача. В принципе. Танцуешь ты превосходно, ну как бы это сказать, глаз у тебя не горит. Я помню тебя в Берёзке. Тебя что-то беспокоит? Борис Максимович, я... выкладываюсь у вас по полной. Так же, как и в Берёзке. Да выкладываешься, Лёша, выкладываешься, только без души. Я ценю тебя как профессионала, но ты знаешь, так дело не пойдёт. А если иначе, невозможно. то что? Уволите. Тебе нужна пауза. Творческий отпуск. Ты давай, разберись с собой, а потом возвращайся. Хорошо? Я подумаю. Ну вот и молодец. Все-таки не удержалась. Купила в Париже. Купила? Голос божественный. Как же Алексей поразительно похож на отца. Я это помню. Ну а чё ж ты тогда ждёшь? Его характер, его темперамент, его вольное отношение к жизни. Всё это он наследовал от папы. А ты считаешь, что это не имеет значения? Имеет значение его отношение ко мне. И он свой выбор сделал. Ну потому что он не знает правды. Он не знает своих корней. Он не понимает сам себя и поэтому бежит от себя. От тебя он взял столько же, сколько от него. О чём он поёт? О надежде. Спину держи. Ну прямее твоей будет. Да. А давай проверим, у кого осадка лучше. Давай. Старую рубль накатил. А я за Барю. Давай, Баря! Давай, Баря! Давай, Баря! Давай, Баря! Баря! Не расстраивайся, ты всё равно молодец. А спину держать надо. Лариса, мне нужен отчёт по тканям за квартал. Тише потом. Когда? Завтра. Слушай, я тебе что, мальчик на побегушках что ли? Ты что на меня орёшь? Тебя в Париж не взяли, теперь на всех злость вымещаешь. В Париж я не поехал сам, потому что у меня здесь дела. Ох, и сам дела у тебя. Рыльца-то в пушку. Ты за языком следи. Это хорошо, что тебе ещё выезд запретили, а могли бы... Не лезь не в своё дело, Лариса. Гена, я тебя предупреждаю. Если твои дела превратятся в дела оба ХСС, не дай бог зацепят. Надю ли меня учтим? Ты что говоришь-то? Гена, ну что ты меня дуру-то строишь? Ты сам понимаешь, о чём я не играю с огнём, говорю. Предупреждаю тебя. Да я же просто хотел отчёт по тканям за квартал. Ну, когда? Завтра. Завтра, почему не сегодня? Звонок в доме? Звонок в доме? Звонок в доме? Звонок в доме? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Алло! Опять? Ну сколько можно? Опять тот поклонник? Да идиот какой-то! Два года звонит, забит, звонит, забит! Ну хочешь, я с ним поговорю? Чего повесился? Сейчас позвонят в дверь! Открывай! Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Риналь! Варя! Привет! А ты не видел, кто из моего подъезда только что выбежал? Не-а! А ты что тут делаешь? Очень тактичный вопрос! Спрошу от взрослого мужчины, что он делает около женского общежития поздно ночью! Иду! Так! А ну-ка посмотри на меня! Твоя работа? Что ты имеешь в виду? Так это ты мне два года в трубку дышишь и цветы носишь! Ношу я! Дышит он! Ничего не понимаю! Это розыгрыш какой-то? Варя! Варя! Меня попросили! Кто? Кто-кто! Угадай с трех раз! Где? – Варя! – Варя! – Варя! Надо поговорить. Да. Почему ты мне звонишь и сопишь в трубку? Ну, хочешь что-то сказать, ну скажи. Ты меня с Володей не перепутала? Трус. Я трус. Ты трус. Почему я так долго ждала? Я боялся. Ну, я же говорю, трусишь. Далеко, только знать бы мне, где оно, где. Отражается солнце в воде, и без крыльев умеют летать. Далеко распускаются утром цветы, и спешат исполняться мечты. И до счастья рукой упадать.